Денис, приветствую тебя! Традиционная встреча, которую мы с тобой возобновили в последнее время, по четвергам, следим тоже за рынками, вместе даем оценку им технически и фундаментально, ну и помогаем тем, кто также прислушивается, присматривается к нашему мнению, принимать конкретные торговые решения. Сегодня по горячим следам, хорошо, что в следующих четверг после выхода данных по инфляции. То есть очень важный день был для американской экономики, для американского доллара, для активов, которые очень завязаны на настроениях, связанных с экономикой США. Данные по инфляции, как бы пару слов, поскольку за фундамент отвечаю, скажу, это один из столбов принять решение относительно экономических стимулов и проводимой монетарной политики. ПРС всегда ориентируется на данные по инфляции и на рынок труда. Вчерашний отчет по факту тех цифр, которые мы получили, это я рекомендую всегда смотреть на базу значения потребительских цен, поскольку без волатильных показателей энергоносителей и продовольственных товаров 4,3% в годовом выражении с 4,5 и 0,3% в месячном выражении с 0,9. То есть спад. Инфляция замедлилась, я думаю, что еще месяц-два, даже больше. Мы будем видеть постоянно новые и новые максимумы, честно говоря, переживал, что как раз рост инфляции, еще более значительный, чем мы видели ранее, может побудить Федрезерву действовать раньше, чем прогнозировалось отказываться от экономических стимулов. Но замедление инфляции сейчас это сигнал для Федрезерва выдохнуть, успокоиться и не торопиться с решением, которое предполагает отказ от экономических стимулов. Мы вчера, я предлагаю перейти к демонстрации экрана. Сейчас, друзья, на ваших экранах индекс доллара. Вчера мы видели, как американскую валюту продали, это индекс доллара с 93.15 до минимума 92.80. Правильная реакция, потому что, поскольку инфляция замедлилась, снизилась автоматическая вероятность того, что в сентябре, в октябре Федрезерв в каком-то формате может поднять вопрос о досрочном сворачивании программы количественного смягчения. Это, конечно же, бальзам на душу тех, кто ставил на ослабление курса американского доллара, потому что теперь все будет зависеть непосредственно от того, что мы слышим на симпозиуме в Джексон Холле в конце августа. Там уже Паул, который будет выступать, будет оперировать данными, как последнего отчета по Non-Farm Perls, соответственно, и текущими данными по инфляции. Я в двух словах хочу сказать, что я медведь по доллару, потому что вижу, как вспышка ковида в штатах уже негативно влияет на экономическую активность. Есть подтверждение замедления темпов бронирования билетов. Люди реально в меньшей степени уже посещают рестораны, общественные соведения, мероприятия. Это сдерживает экономическую активность. Вот, пожалуйста, все это вылилось в показатели инфляции. И эта тенденция, скорее всего, сохранится. Поэтому я рекомендую присматриваться к продажам индекса доллара. Ранее я уже в аналогичных выпусках давал конкретную рекомендацию, как действовать для тех, кто вот сейчас только думает, открывать позицию или нет. Смотрите, друзья, на уровень 92.70 в случае его пробоя. Соответственно, рекомендую шартерить с целями ниже 92 пункта и стоп-лоссом на отметке 93.40. И еще в качестве дополнительных активов по золоту, понятно, что я смотрю вверх, потому что инфляция снизилась, золото просело и снизилась автоматическая доходность американских трежерист. Тут прям ждем добоя до 1800. Если ты не против, Денис, можем сегодня посмотреть еще на рынок нефти. В частности, бренд сейчас 71.23 доллара за тройскую, за баррель, конечно же. По рынку нефти я все-таки пока что скептик, потому что буквально всю первую половину этой недели мы говорили, я о своих аналитических брифингах рассказывал, о сохранении такого глобального риска, связанного с ситуацией с ковидом в Китае, который основной импортер нефти и так далее. То есть сейчас первую половину недели мы видели, как бренд был под серьезным давлением и, собственно, котировки там ниже 68 долларов за баррель были. В последний день резкий рост, восстановление, но мне кажется, это пока что натянутый позитив. Да, тренд может продолжиться, но на текущий момент я все-таки советую недооценивать дополнительное давление на этот актив в случае ухудшения новостного фона, связанного с ковидной обстановкой в Китае. И как это влияет на нефть, мы видели как раз в начале этой недели. Поэтому краткосрочно, только краткосрочно, это ключевое слово, я рекомендую нефть шортить там при пробое поддержки 70 долларов за баррель с целями 67 и 108 на уровне 71 долларов за баррель. Денис, слово тебе. Сейчас включаюсь. Так, отлично, меня уже должно быть видно. Значит, что касается индекса доллара, я в принципе поддерживаю медвежье настроение, но единственное, что мне очень не нравится, что сделали перекрытие еще максимума прошлого месяца, который был сформирован еще 20-21 июля, и его фактически сейчас перекрыли. Обычно такие вещи означают, что цена продолжит свой рост вверх, то есть блокальное укрепление, а потом уже только после этого действительно можно будет говорить об ослаблении. Потому что то, что наблюдая сейчас, здесь единственная есть комбинация, которая может быть расторгована для шорта, она выглядит вот в таком виде, то есть что сейчас немного еще корректируется повыше, после этого пробивает вниз предыдущую зону покупателей, формирует новую зону продавцов, и только по такой комбинации тогда уже можно говорить о каком-то снижении. Если сейчас текущий фактически будет дальше подрастать, подрастать и дойдет до максимума текущей недели, то здесь я не вижу вообще других вариантов, кроме как уход в район 94, а оттуда уже сброс вниз. Поэтому здесь я пока все-таки предлагаю немножко выжидательные позиции занять, потому что если вот такая вот схема будет отработана, а здесь в принципе уже заготовка для нее есть, осталось только пробой вниз. Если он будет, тогда действительно, да, я полностью поддерживаю снижение фактически с текущих уровней. Если этого не будет и цена вместо этой комбинации наоборот пойдет в рост, тогда вот будет основной вот этот вот сценарий в плане отскока уже от диапазона 93,85, 94,80. В общем, в среднем я бы стал где-то на 94 приблизительно, потому что там стратегические выравнения даже повыше идут, там 94,30, 94,60 и вплоть до 94,80. Так что один из этих вариантов будем ловить. Здесь осталось только лишь подтверждение. Как оно будет заранее, к сожалению, пока что неизвестно, потому что фактически просто на максимумах локальных цены сейчас пока тусуются. Касательно золота. По золоту я записывал у себя на канале видео-обзор как раз вчера, там золото и серебро затрагивал. Суть его в том, что золото в понедельник, когда сделал такой красивый выброс вниз, на часовом графике это полное закрепление, тело свечи было на 4-часовом, большая тень получилась. Таким образом протестировали полностью все нижние границы, то есть и опционные нижние границы протестировали, и технически, то есть нижнюю границу канала. Цена подошла к стратегической поддержке вот здесь, которая была сейчас сформирована у нас в марте месяца текущего года. В общем, все это здесь протестировали и сейчас фактически сформировали отскок, но для того, чтобы сделать полноценный разворот вверх, нужно, чтобы цена сформировала хорошее значимое накопление. Поэтому схематично оно у меня показано, то есть, ну, опять-таки, это плюс-минус, как оно может выглядеть. То есть здесь накопили-накопили, что-то наподобие, как вот в этом сегменте. И затем уже расторговка вверх с пробоем, то есть только при такой схеме можно будет говорить о том, что сделано переориентирование сделок у крупных рыночных участников, и можно будет открывать сделки на покупку. Сейчас пока это крайне опасная затея будет, потому что объемов еще недостаточно. Ну, вот визуально это можно видеть. То есть здесь даже толком рейтингового объема еще не накопили, а основной по-прежнему находится вверху. Поэтому как минимум здесь должен быть хотя бы рейтинговый объем. Это как минимум. Пока его нету, здесь о развороте говорить пока смысла еще не имеет. Касательно нефти, очень каверзная ситуация. Дело в том, что перекрытие здесь не было сделано. Чисто теоретически вариант в виде дальнейшего снижения вниз здесь действительно по-прежнему остается. Но я с точки зрения долгосрока все-таки смотрю более-менее еще позитивно на нефть. То есть вот в таком виде. Но что касается прохождения вот уровня, очень будет показательный вариант в районе 67. То есть если 67, вплоть до 66,5-67, если этот диапазон цена сможет пройти, тогда да, я согласен, что снижение вплоть до 63 нам запросто могут организовать. Но сможет ли цена пройти вот этот диапазон? Тоже очень большой вопрос. Потому что цена... С одной стороны, мы видим вливание точных котировок. Причем здесь по АСКам влили, это означает, что нарвались на крупные селлимиты. При этом в стакане по фьючам вот видны у нас также торчит хороший байлимит на 67-60 на данный момент. Вот этот уровень. В диапазоне контрактного Депока сейчас находится 71-70. Это очень крупный лимит на продажу. В общем, вся эта картина вместе суммарно. Я бы вообще предложил мне даже не трогать, не рассматривать. Но в качестве альтернативы здесь чисто теоретически может появиться отскок вот ниже 67 в району 66-70. Здесь как таковой четкой зоны нету, только лишь одна вторая маржиналка и все. Но пока нету перекрытий. Если цена сможет закрепиться где-то в районе 70-20, тогда я не буду рассматривать добой на 63. Тогда с огромной вероятностью от этого уровня пойдем чисто на коррекцию и потом по полной вверх. Пока его не пробили, приоритетнее все-таки через более глубокую коррекцию сходить и снова-таки наверх. В общем, я в принципе с тобой согласен. Единственное, только вот этот диапазон. Если вот цена пройти не сможет, то от него могут реально очень легко дать отскок вверх. Поэтому нефть, ну я во всяком случае для тебя, на этой неделе ее торговать не буду, не хочу, потому что ну очень каверзная ситуация. Понял, Денис. Согласен, что иногда самое лучшее решение это вообще ничего не делать. Да, вот в данном случае я бы принял именно такую тактику. Благодарю тебя за твое точку зрения. Хорошего у тебя закрытия недели, тогда более не держу. И в следующий раз с тобой увидимся в следующий четверг. Супер, договорились. Пока. Пока-пока, и тебе тоже отличного закрытия недели. Спасибо. Счастливо.